Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжаем разговор о книге «Деяния апостолов» и обратимся сейчас к 10 главе. В 10 главу вошел рассказ об обращении, крещении сотника Корнилия и о том, как апостол Петр совершает вот это удивительное для его собратьев дело. Это крещение Корнилия само по себе оказывается одним из таких поворотных моментов рассказа. Евангелиста Луки. Не то, чтобы это прямо можно было назвать поворотом сюжета, потому что сюжет развивается от вознесения Господня и далее рассказывает о свидетельстве о Христе до края земли. Но вот в рассказе, в том, как эту картину живописует евангелист Лука, обращение Корнилия и его крещение занимают чрезвычайно важное место. Важное. Потому что это нечто совершенно, с одной стороны, невероятное, для очень многих невозможное, и это действие апостола Петра, которое вызвало серьезные недоумения. И в дальнейшем там Петру приходится оправдываться. Чем отличается это от крещения Филиппом Евнуха Эфиопской царицы? Ну, во-первых, скорее всего, тем, что этот самый означенный Евнух удалился в свою Эфиопию, и, в общем, особо никаких следов, так сказать, от его обращения и не было. Ну, и вот некоторое такое спонтанное действие Филиппа, которое еще не становится общеизвестным и таким знаменем пререкаемым, а вот обращение Корнилия становится. Теперь обратим внимание на сам рассказ и на те важные достаточно вещи, которые мы можем здесь увидеть, просматривая этот текст, так сказать, подряд вдоль. Ну, вот некий Корнилий, сотник, ну или центурион, достаточно значимую должность занимавший в некоем итальянском полке человек, о котором говорится, что он благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. Благочестивый и боящийся Бога. Это в русском переводе звучит несколько как такое оценочное суждение, что он там отличник боевой и политической подготовки, все делает правильно, там Бога боится, можем это воспринимать как синоним веры или чего-то еще. На самом деле, конечно, речь идет о совершенно определенном техническом термине. Корнилий прозелит. Корнилий человек, который верит Богу Израилеву, который в меру сил и возможностей старается исполнять Моисеев закон, хотя это не всегда и не во всем так уж с легкостью получается. Тем не менее, он постарается не приносить никаких жертв, насколько мы можем представлять себе по тому, что мы знаем о прозелитах. Хотя это правило, по-видимому, не всегда и не всеми могло строго исполняться. Он соблюдает разнообразные календарные или пищевые предписания и множество вот такого рода вещей, которые делают его почти полноправным иудеем, участником завета, но все же не до конца. И самое главное, что вот на этом пути приближения к вере народа Божьего Корнилий, как и другие прозелиты, проходят почти все ступени, кроме обрезания. Собственно, обрезания. По разным причинам разные люди это делали. Нередко это грозило им неприятностями, особенно если они состояли на государственной службе. Ну и, в общем, сейчас не время и не место рассуждать, почему там такие люди не принимали обрезания как такового. Вот не принимали. И таких людей было чрезвычайно много в римском обществе. Много. Потому что мало того, что вера иудейского народа обладала некоторым романтическим орелом древности, что нередко бывает важным таким средством миссионерским. Но самое главное, что люди же не дураки. Все-таки в большинстве, наверное. И вот эти вот все бесконечные, плутоватые олимпийские боги или какие-то еще невероятные культы, мистериальные, довольно часто нелепые совершенно, в лучшем случае нелепые, а то и вовсе отвратительные. Вот это вот все, целая вакханалия каких-то жертвоприношений, каких-то еще магических средств этих богов заколдовать. Ну, все это у здравомыслящего человека не может не вызывать скепсиса. Поэтому в греко-римском обществе, особенно в римском, много было людей, которые относились к традиционному язычеству, ко всем этим олимпийским богам, Юпитеру и все его шати-братьи, относились очень скептически. Очень. Ну, или, если называть вещи своими именами, не верили. Ни в этих богов, ни тем более тому, что от имени этих богов исходят. И искали себе, в общем, некоторые другие основания для духовной и религиозной жизни. Ну, потому что, в общем, язычество, особенно в таком вот олимпийском, ну, с духовной жизнью, мягко говоря, не все хорошо. И люди, которые обладают некоторым призванием и талантом, в этой сфере, конечно, просто вынуждены искать, искать что-то другое. Многие находили иудаизм, веру в единого бога, у которого есть некоторый определенный, достаточно ясный набор заповедей, в общем, совпадавший с нравственным идеалом культурного римского общества, много общего с астоическими взглядами, с какими-то еще принятыми, культурными, нормативными позициями, много общего находили люди в вере Израиля. И поэтому вот становились празелитами. Итак, Корнилий вот такой вот празелит. О нем известно, что он творит много милостыни народу и всегда молится Богу. Ну, много милостыни народу, речь идет об заповедях, о необходимости быть милосердным к сынам народа твоего, любить ближнего, как самого себя. Вот Корнилий это делает много. Значит, не просто в каком-то таком посильном облегченном варианте, а так, что люди об этом знают. И вот всегда молящийся Богу, всегда молящийся Богу. Вообще в Новом Завете в некоторых местах мы встречаем подобного рода выражения, скажем там, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Или вот здесь всегда молящийся Богу, где говорится о людях, всегда молящихся. Скорее, новозаветные авторы имеют в виду под непрестанной молитвой внимание ума, внимание души, которая обязательно не то, чтобы прям сосредоточена на Боге, но в поле этого внимания Бог непременно присутствует. Человек, который делает, принимает какие-то решения, начинает день и проводит его с памятью о Боге, в диалоге с ним, задавая себе и Богу вопросы, думая, но при этом участвуя в жизни окружающего мира, присутствуя не номинально. И это, на самом деле, чрезвычайно важно. Всегда молящийся Богу – это человек, который находится в диалоге с Богом по сути, а не по форме, не путем произнесения слов, а путем соотнесения своих поступков со словом Бога, с правдой Божьей, с волей Божьей. Итак, в некоторый момент около девятого часа дня – это, по нашему счету, около трех часов дня – время, когда многие иудеи и празелиты молятся Богу. Мы знаем из преданий, что апостолы тоже обычно в девятом часу молились, произнося молитву «Отче наш» и дополняя ее молитвой своими словами. Вот в этот девятый час, час молитвы, а помните, еще и Лука в «Деяниях» также пишет о том, что Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятый. Вот такой момент в середине дня, когда верующие люди на какое-то время, хоть на несколько минут останавливаются, поднимают глаза к небу и говорят Богу, какие несколько слов слушают, что Бог им ответит, думают об этом. Вот в этот момент Корнилий видит ангела, который говорит ему, собственно, обращается к ним по имени, говорит Корнилий. Он испугался, ну, в общем, довольно естественно, и говорит, что Господи, тоже заметим, что подобного рода обращения нередки и в Ветхом Завете, и кое-где, и в Новом. Когда люди обращаются к ангелу, через которого Бог взывает к ним, через которого Бог обращается, но обращаются не собственно к ангелу, а говорят, что Господи, здесь нету никакой путаницы. Эти люди, как Корнилий, здесь вовсе не путают ангела с Богом, понимают, кто к ним обращается, и вот это обращение, что Господи, через ангела, как через некое средство связи, обращено непосредственно к Богу. Ангел говорит ему, молитвы твоей милостыни пришли на память перед Богом. Стало быть, Бог принял, принял, как достойный дар, принял, как нечто заслуживающее признание, признание твоей молитвы и милостыни. То есть ангел говорит Корнилию, ты все делаешь правильно, и Бог тоже так считает. Вот они пришли на память перед Богом. Бог это видит. Вообще, говорят, довольно важная вещь, для Корнилия в том числе важная, как и для любого человека, который старается в парадигме заповедей строить свою жизнь. Вот услышать от Бога, что молитвы твоей милостыни твои пришли на память перед Богом, важно, потому что это некоторый отклик, некоторый диалог. Ну, потому что нельзя сказать, чтобы Бог, в отличие от нас, был особенно многословен. Это мы можем болтать часами, в том числе и с Богом. Подобного рода весть от Бога, вещь достаточно драгоценная. Итак, Бог увидел Корнилия, обратил внимание на то, что да, действительно, Корнилий живет по правде, поступает так, как должно поступать. Молитва и милостыни твои, значит, общение с Богом, диалог с Богом и то, что Корнилий делает для своих ближних. Вот это приходит к Богу на память, то есть Бог обращает на это некоторое внимание. И ангел говорит ему, пошли за Петром, Петр там в это время в Яфе, гостит у некоего Симона Кожевника, призови Петра, Симона, называемую Петром, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Ну, по-видимому, это достаточно важно, что ангел не рассказывает Корнилию сам некоторое слово, а предлагает призвать Петра, живого человека, который засвидетельствует, именно как свидетель. Мы оставим в стороне вопрос о том, почему именно Корнилий, почему именно Петра, там были другие празелиты, существуют другие апостолы, и вообще, почему так не систематически. Надо было бы, чтобы каждый празелит призвал к себе по апостолу. Ну, как-то мы обычно мыслим в категориях массовой пропаганды, а не в категориях личного свидетельства о встрече с воскрешенством Христом. Поэтому, повторю, такого рода вопросы, в общем, неуместны. Важно лишь, что вот в этот момент почему-то по каким-то нам неведомым причинам ангел послан именно к Корнилию, и, может быть, потому, что Корнилий в состоянии воспринять это. Может быть, по каким-то еще причинам, которые кроются в особенностях духовного устроения Корнилия. Мы же этого не знаем, поэтому не будем придумывать. Следующий раздел главы посвящен замечательному видению уже теперь Петра. Вот в Кесарии Корнилий видит ангела, которым, говорит, пошли за Петром. А в Иопе, то есть в Яффе, Петр видит видение. Около шестого часа, то есть около полудня, взошел наверх дома помолиться, на плоскую крышу помолиться. Ну и почувствовал голод, хотел есть. И вот, пока он ждал, когда приготовят еду, вот он пришел в иступление. Ну, это не значит, что он там по этой плоской крыше бегал в истерике и требовал немедленно налить ему борща. Нет, вот, ну, где-то, видимо, на жаре и от голода что-то такое для Петра начало проясняться. Тоже не стоит выдумывать за апостола и за Луку тоже, что там происходит в душе, в голове у участников событий. Нам важно, что, собственно, рассказано, что засвидетельствовано напрямую. Петр видит некое скатерть, покрывало, в узел завязанное с четырьмя углами. Да, это покрывало, надо сказать, не раз становилось объектом мировой живописи, потому что, ну, это действительно такое красочное зрелище, потому что из этого свертка, кулька, узелка такого из огромной скатерти свисает еда, свисает еда, причем такая разнообразная. Там и свиньи, или, может быть, это были окорока свиные, там еще что-то, звери присмыкающиеся, птицы небесные, то есть какие-нибудь, такие мясистые, упитанные змеи, а-ля анакондов такой толщины, птицы тоже крупные, может быть, красивые, какие-нибудь морские гады. Но вот беда в том, что они все несъедобные. Их нельзя есть, они нечистые, потому что закон Моисея строго различает, что съедобное, что нет, что кошерное, что не кошерное. Причем, на самом деле, Моисей тут, по большому счету, и уже не виноват. Правила Кашрута сложились значительно позже Моисея, и основ Моисеева закона где-то вот в предпленную эпоху, пленную, послепленную, уже, в общем, во время, о котором мы сейчас читаем, уже не важно, когда. Важно, что есть закрытый список того, что чего можно, чего нельзя. Есть ясное понимание, что вот это, это нечистое, это не должен есть верующий Богу Израилеву человек. Вот не должен и все, и даже не надо спрашивать, почему, даже не надо обсуждать этого никаким образом. Нельзя, значит, нельзя. И Петр, говорит, когда опускается к нему этот огромный узел с едой, и говорят ему, встань, Петр, заколи и ешь. Заколи и ешь. Петр отшатывается в ужасе, говорит, никак в жизни я этого не ем. Причем потому, что ты же сам это запретил, твой закон это запрещает. Никогда я не ел ничего скверного или нечистого. И тогда глаз с неба обращаются к Петру словами, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Ну, это может быть вообще ключевая фраза и в главе, и даже, может быть, одна из важнейших во всей книг деяний. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. В переводе на наши реалии. В первую очередь это означает, что это Бог решает, что чистое, а что нечистое. Это Бог решает. Первое. Второе. Прежде чем приписывать некий божественный ранг, по велениям, традициям того, что есть чистое, нечистое, благочестивое, неблагочестивое, следует переспрашивать у Бога. Да, там свинина в этом узле, который Петру с неба спущен. Свинина, но глаз Божий, который говорит, что Бог очистил, того не почитай нечистым, скорее предполагает, что Петр не будет вспоминать, есть ли она в списке разрешенных или запрещенных к еде животных, а у Бога спросят. В этом, если хотите, отличие ветхозаветного и новозаветного отношения к такого рода проблемам, которые гораздо шире на самом деле, чем проблема съедобного и несъедобного, пригодного для питания и непригодного для питания видов пищи. В том, что можно знать некоторые правила, не задумываясь об их происхождении, и им следовать, и, в общем, быть собой довольным, а иногда, даже если хорошо получается следовать правилам, можно немножко их погордиться. Ну вот какой я молодец. А можно спрашивать всякий раз у Бога. Вот ты мне сейчас это для чего даешь? Что я должен с этим сделать? Должен ли я это отвергнуть или есть? Что ты скажешь сейчас? Понимаете? Потому что то, что нельзя, это все есть. Петр знает. Но ожидается, предполагается, что он будет чуток к воле Божьей в конкретный вот в этот момент. Здесь, собственно, конечно, вся еда была как некоторый знак и, если хотите, некоторая икона для апостола Петра. Но и для нас с вами тоже это чрезвычайно важно. Ну, в нашей жизни мы нередко сталкиваемся с тем, что тоже различаем какие-то вещи, как чистые и нечистые, вдобавок еще в разное время года по-разному. Это касается не только на самом деле видов пищи, но видов пищи в первую очередь. Обратите еще, кстати, внимание, что это эпоха, когда в пост едят все то же самое, что не в пост. Пост – это когда человек не ест до вечера, ну, или как у апостолов было принято до часа смерти Христовой, до девятого часа. Вот, это, таким образом, не вопрос диеты. Итак, вот, глаз Божий говорит Петру, что Бог очистил того, ты не почитай нечистым. Это не ты решаешь, и твои правила решают, что чистое, что нечистое. Это Бог решает. И дальше Петр, в общем, в некотором недоумении, чтобы это все значило. Вот, в этот момент, когда Петр недоумевает сам в себе, подходят к воротам люди, посланные Корнилием, и спрашивают Петра. И пока Петр думает о явившемся ему видении, Дух говорит ему, вот тебя ищут три человека, встань и иди с ними, не сомневаясь. Это я послал их. Посланные Корнилием – это, скорее всего, солдаты, его центурии, или, может быть, конечно, и его домочадцы, какие-нибудь рабы, трудно сказать, но почти наверняка это были язычники. Или тоже прозелиты, как Корнилий. И поэтому Петр не может, не имеет права, не должен по обычаям сесть с ними за один стол. Нельзя. Иудей не должен с ними садиться за один стол. И много чего другого не должен делать, как с самарянами. Евангелист Иоанн в 4 главе вскользь поясняет, иудеи с самарянами не сообщаются. Они со всеми остальными тоже не сообщаются. Они деньги их не должны брать в руки. А если взял эти самые деньги, то должен потом очиститься. Как очиститься у иудеев? Тоже достаточно разные представления есть. Но факт остается фактом. Язычники нечисты. Нечисты. Ну, еще там сам Корнилий, благочестивый, боящийся Бога, молившийся каждый день, всегда молящийся Богу, ну, еще может рассматриваться как нечто человекоподобное. Хотя, тоже не без ограничений. А язычники как таковые, нет, это не до человеки. Не до человеки. Нам, ну, наверное, трудно представить себе, что это, и каков уровень взаимных эмоций на эту тему у иудеев и тех язычников, которые знают, как иудеи к ним относятся. Ну, вот, поэтому нормальная реакция Петра. Думаю, что, не пойду я с этими. Не пойду, потому что они нечисты, и они не подходящие для иудеекампании. Дужа говорит Петру, это я послал их. И вот тут оказывается понятно, зачем было явлено это видение, где Бог говорит Петру, мне решать, что чистое, что нечистое. И как это касается разновидности пищи, так это касается и людей. Бог определяет, чистые эти люди или нечистые, можно или нельзя с ними пойти. И Дух Божий говорит Петру, вот эти люди, которые тебе кажутся нечистыми, но послал их я. Воля Духа Святого священа. Ничего более глупого, чем не слушаться Духа Святого, невозможно придумать на земле. Понимаете? И вот получается, что Дух предлагает напрямую Петру нарушить закон. Потому что он должен будет идти вместе с этими людьми и с большим риском оскверниться от их нечистоты. И Дух говорит, это я их послал. На самом деле, недоумения Петра, которые здесь обозначены евангелистом Лукой, конечно, очень сродни о недоумении, которое охватывало иудеев, когда Господь Иисус чего-нибудь нарушал. Он вечно то исцелит в субботу, то прикоснется к тому, к чему нельзя прикасаться, как к этому прокаженному, то еще что-нибудь такое сделает, мазь из земли, чтобы помазать глаза слепорожденному и так далее. В субботу ничего нельзя. Вот как же так? С одной стороны, никогда не было такого проявления силы и воли и присутствия Божьего, а с другой стороны, поперек закона. Вот поперек оказывается, что Моисеев закон и воля Божья, выраженная непосредственно в данный конкретный момент разные вещи. Более того, я даже еще напомню вам историю, когда две партии фарисеев приступили к Господу Иисусу, споря, там можно по всякой, не по всякой причине разводиться с женой. И он о оставленной в Торе заповеди, то есть заповеди, которая вошла в Тору, когда она составлялась в эпоху плена. Вот об этом Господь говорит по жестокосердию «Вашему дал вам Моисею эту заповедь, а от начала не было так». Фарисеи при этом уверены, что там все от первой до последней буквы Богом продиктовано, а Иисус говорит «Нет, не все, вот это не потому, что Бог так хочет, а Боже стокосердию вашему». Вот важная для Нового Завета тема. И здесь она только начинается, на самом деле. Дальше конфликт зайдет гораздо глубже. Итак, Дух говорит Петру, это я послал этих людей, и ты прими их, даже при том, что тебе кажется, что так не может быть, тебе кажется, что эти люди нечисты, но вот что Бог очистил, того не почитай нечистым. Это Богом определяется. и Петр принимает этих людей, принимает их в гости, дело-то было, по-видимому, к вечеру, угощает, то есть сидит с ними за одним столом, а на следующий день встает и идет с ними вместе с некоторым количеством христиан из Гяффе. И вот они приходят в Кесарию, Горнили их ждет, созвал родственников, созвал близких друзей, то есть тех, по-видимому, кто, как и он, был празелитами и старался жить по правде и заповедям иудеев, правде и заповедям Моисеевым и верить единому Богу. Вот эти люди ждут Петра, значит, целая такая вот достаточно большая компания. Петр к ним приходит, здесь очень показательно Корнили встретил и поклонился пав к ногам его. Пав к ногам его, это значит такое вот преклонение перед скажем, какими-то формами божественного присутствия. На колени падают в святилищах, на колени падают перед какими-нибудь прорицателями, оракулами и так далее. Ну и, конечно, перед бесконечными придурковатыми царями, которые все думают, что они божественные, хотя это не так. Здесь поучительно в первую очередь реакция Петра, реакция Петра, который поднимает его, говоря, встань, я тоже человек, я тоже человек. Таким образом вообще рассказ-то о том, как Бог действует через Петра. Но при этом, действуя через Петра, ему еще приходится этого Петра убеждать, давать ему это видение, говорить ему это «я послал их» и в общем способ, которым действует Бог через людей, не такой, как то, что мы видим в рассказе о Господе Иисусе Христе. Это тоже тут достаточно важный момент. Вы знаете, говорит Петр, что нам воспрещено сообщаться, сближаться на племенами, мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Ну и дальше Корнилий говорит ему, что вот Бог сказал мне, чтобы я за тобой послал, и ты придешь и скажешь мне, все мы теперь предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Обратите внимание, что во всей предыдущей части главы ничего такого в общем не было поручено. Там не было разговора о том, что именно Бог поручил Петру сказать. Это вытекает само собой из отношений апостола Петра с Богом. Поэтому он открывает уста и говорит об Иисусе Христе. то, как формулирует свое свидетельство Петр, тоже весьма и весьма важно. Смотрите, он говорит, во-первых, вот теперь я понимаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему. Это, если хотите, догматическое утверждение первого века и для церкви первого и второго века оно было значимым. Сейчас мы своими поступками оспариваем это утверждение, но тогда это было важно, что Бог не националист и для Бога не имеет значения этническая принадлежность человека к тому или иному этнокультурному миру, иудейскому, не иудейскому, какому-нибудь еще слова Павла, что во Христе нет ни скифа, ни варвара, ни иудея, ни эллина, еще не сказаны. Но вот здесь то же самое говорится вот так. Во всяком народе боящийся Бога приятен ему. значение имеет, каковы отношения у человека с Богом, а не то, из какого народа он происходит. Даже если это народ богоносец, как иудей, тем не менее угоден Богу, приятен Богу человек не своим происхождением, а своими поступками. Особенно важно об этом помнить тем из нас, кто пытается недостаток праведных поступков скомпенсировать хвостовством об правильном этническом происхождении. Нет, оно так не работает. Дальше Петр говорит, Бог послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Он есть Господь всех. По-видимому, действительно, когда он говорит, вы знаете происходившее по всей Иудее, предполагается, что Корнилий и те его друзья, которые собрались в курсе происходившего. И вот Петр говорит, мир, послан иудеям через Иисуса Христа, сынам Израилевым. Слово благовествования мира, мира между людьми и Богом. Вот, собственно, что должен Петр возвестить, что Бог не только согласился на примирение с людьми, но и для этого совершает некоторое нисхождение, становится человеком. Вы знаете, что как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. Мы свидетели всего, что Он делал, всех чудес, и в конце концов Его убили. И Петр говорит о том, что Бог Его воскресил в третий день и дал Ему являться. Бог Его воскресил в третий день. Вот, собственно, вина людей, в том числе народа Израилева, перед Богом очевидна, чего там обсуждать. Для примирения Бог посылает Иисуса Христа. Его убили иудеи. И, в общем, в логике этого рассказа здесь можно было бы предположить, что Бог поступит, как в притча о винограднике, где, помните, постыдятся сына моего. В виноградре говорят, это наследник, пойдем убьем его, наследство будет наше. Ну и все, и придет и отдаст виноградник другим. Можно было бы предположить, что Бог разгневается и скажет, ага, вот вы такие, тогда вместо вас призову других. В Средние века, кстати говоря, там, скажем, Сафроний, Иерусалимский и другие авторы богослужения, богослужебных текстов православных примерно так и думали. Да, как, например, в антифоне сия глаголит Господь Иудеум, что Бог рассердился, отверг и теперь призывает язычников. Но Петр как раз говорит ровно об этом в совершенно противоположном ключе. Он говорит, Бог захотел примирения, Бог послал Иисуса, через него слово, благовествующее мир, его убили, но Бог воскресил его из мертвых. То есть Бог преодолел это убийство, эту катастрофу и вот это становится уже тем, с чем человек ничего не может поделать. С воплотившимся словом Божьим, с благовествованием мира от Бога, которое приносит Иисус, люди могли что-то сделать, попытались, убили Иисуса, Бог воскресил его. И это уже невозможно изменить, это неотменимый факт. Вот что важно в том, как выстроено свидетельство Петра. И он говорит, и мы его видели, вот он не всем является, а многим, и эти многие, которые его видели, проповедуем и свидетельствуем, проповедуем и свидетельствуем о том, что мы его видели, о том, что он воскрес, и, по-видимому, это важно, потому что если Бог хочет, чтобы каждый из нас обратился свободно к Иисусу Христу, ну, это в какой-то степени должно происходить по нашей инициативе, поэтому апостолы проповедуют, свидетельствуют, но не доказывают, предполагая, что люди сами обратятся к Богу и получат от Бога некоторое уверение в воскресении Иисуса Христа. И еще один важный момент, о котором тоже, на который тоже нужно обратить внимание, Петр говорит, он повелел нам свидетельствовать, что Иисус есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Судья живых и мертвых определенный от Бога. Тот, от кого зависит наша жизнь, причем даже не столько жизнь временная, сколько жизнь вечная, от отношений с кем. определенный от Бога судья живых и мертвых. Тот, кто дает или не дает жизнь. К встрече, с которым необходимо прийти для того, чтобы эту жизнь обрести. И заканчивается 10 глава еще и рассказом, свидетельством о том, что Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Ну, вероятно, все-таки проповедь Петра была более пространной, чем здесь записывает евангелист Лука. Важно, что они его слушали и где-то в душе, в сердце, в голове, в уме, неважно, как это определить, да, вот происходит у людей эта встреча, открытая, когда сердце открывается Богу и в их сердцах начинает действовать Дух Святой. А это тем более невозможно, потому что речь, когда идет о сошествии Духа Святого, это всегда означает непосредственное действие Бога в тех людях, о которых идет речь. Не в их судьбе, событиях, которые вокруг них происходят, с кем-то в их присутствии, внутри, в этих самых людях, вот в Корнилии, в его друзьях, тоже, там, наверное, празелитах, римских служащих, вот в его домочадцах, внутри, в них самих начинает действовать Дух Святой, как если бы они были полноправными членами народа Божьего, как если бы они были иудеями, потому что вся логика христиан в эту эпоху направлена на то, что иудеи, крестящиеся во Христа, обретают этот дар Святого Духа, и никак иначе. И те верующие из Обрезных, которые пришли с Петром, изумлялись, что дар Святого Духа изливается на язычников. В чем это выражается? Вот в том, что они говорят языками и величают Бога. Говорят языками, величают Бога. И, в общем, ну, не так важно, какая разновидность говорения языками имеется в виду, их по меньшему мере, три. Важно, что спутники Петра безошибочно свидетельствуют, что это именно плод Духа Святого, дар Духа Святого, говорение языками, и то, что они величают Бога. потому, что иными языками в Духе верующие говорят не о ценах на моего и не о чем-нибудь еще временном и приходящем. Это всегда прославление Богу. И это всегда, кстати, преодоление языкового барьера в восхвалении Богу. Вот величают Бога, славят Его, свидетельствуют о Его красоте и силе и мудрости, и о величии замысла Божьего и о том, каким образом Бог касается сердец этих людей, говорящие языками, величающие Бога. Вот прославление Бога это дар Святого Духа, который тоже, заметьте, в общем, дается нам всем, и который надо и тренировать, и практиковать. И вот тогда, увидев это действие Духа Святого в язычниках Петр, ну, не в язычниках, во всяком случае, в необрезанных, да, Петр говорит, ну, и тогда мы не можем препятствовать им креститься водою, потому что обычно сначала мы крестим водою, потом дается Дух Святой, здесь уже Бог дал Духа Святого, поэтому, ну, крещение водой превращается в некую очевидную формальность, поэтому, как мы можем им запретить, если они тоже, как и мы, получили Святого Духа, и вот в результате этого решения Петр крестит Корнилия и всех, которые собрались в его доме. в его доме, он не в его доме, когда он не опять надо